Поздравляю с последним собранием фракции Пятой Государственной Думы. Вчера в городе были... Все снимали, полностью все записывали. Вчера в городе ночью была бредная операция, которая могла быть репетицией военного переворота. Два варианта. Или Куликов решил очистить город от всякой гадости, что может приветствовать. Или попытка осмотреть, как отреагируют население на то, что все, что можно, останавливалось, проверялось, патрулировалось. Поэтому в ноябре обещали, что возможны эксцессы. Но я думаю, скорее всего, что это Анатолий Сергеевич начал на этот порядок в городе и всякую шваль по ночам вывозит за сто двадцать километров. Это можно было бы приветствовать. Потому что останавливали там проститутки, воры, жулики. По политической части не было. Но кто знает, это делают пока с ними, а потом могут сделать и с другими. Поэтому в этом смысле я прошу вас по ночам не выезжать туда, в Роливобо. Потому что дурак-сержант не поймет, ему дали номер машины. А по расширке он, номер расширяется, она вырастрелила машину. Ставьте перед домом. Снимок показывает, что она делала. А не то, что показывала пресса, когда ее пытались унять. Потому что людей, которые совершают насилие, любой гражданин в любой стране мира имеет право на самооборону. На чистых народах. Особо по заключению фракции ЛДП таким народом стал русский. То когда будет написано о защите русского народа, мы будем эту тему принимать. Потому что коренные в мехах и в мерседесах. Наливать века и в мае подержу по темпе до 6-й Государственной Думы. Добыча нефти, угля и как далее, Владимир Кузьмич. Да, это наш с вами фракции. Закон об угле, вы помните, что оттенок договаривались. Второй, четыре. Поддержать. Вот это, да. Все. Эмергосбережение, Владимир Кузьмич. Да, это наш тоже с вами. Это закон комитета и наш с вами. Мы голосовали. Второе чтение. Все это подготовлено здесь. Об акционерных обществах. Где Алисичкин, Владимир Кузьмич? В опыте. Пол приватизации. В опыте. Кто из этого комитета еще? Приватизация. Что мы будем делать? Второе чтение. Об акционерных обществах. В основном его поддерживал. Алисичкин, он так попросил. Поддерживал, да? Да, да, да. Замечательно. А калининградские рабочие без работы, без принятия этого закона. Импортные товары продаются дешевле, а собственные дороже. Калининградский порт простаивает, все идет к Лайпиду. А будет принять закон, все придет калининград. Вот об этом подумайте. Я согласен, что это немцам легче будет. Но жителям-то хочется жить сегодня и быть, умирать. И думайте, умираем в русском городе, но умираем. Я не уверен, что это сделать. Я не уверен. Поэтому закон принять как политическое решение. А вы правы их. Но у нас таких дыр полно. И когда мы решим в целом вопросы государства, по-моему, нам еще и выгодно будет с немцами договориться по Калининграду, а они с нами договорятся. По всей старшей Прибалтике. Там очень много портов и очень много выгодных кусочков земли. Поэтому сейчас пока нам нужно политическое решение. Шениц. Там не шениц, там это везде мещевиками пахнет. Просто 100%. Поэтому давайте юристы посмотрим еще раз, что здесь лучше сделать нам. Потому что уже, так сказать, мы не раз его отклоняли. Да. Так что здесь наши юристы считают, что пустой пропагандистский закон, выгодный аутсайдерам, то есть тем, кто не уверен в победе, и позволяет им в случае его принятия цепляться за результаты голосования в каждом опыте. То есть, если такой закон будет, у них будет легче возможности пытаться что-то оспаривать. Поэтому не будем давать возможности им сейчас, и уже остался месяц, вводить новые законы, которые нереально исполнить, но реально по нему обратиться в суд. Поэтому такой возможности им давать не будем. Голосуем против. А судаклад Запольского здесь отвергали. И изменение закона о труде, здесь Ярыгина, она вошла в блок яблока, да? Нет, а все есть. Я все подготовила, обращаюсь к постановлению. Но лучше оставлять, чтобы я не оказался в ситуации. Я сняла его в пятницу, потому что был поздно поставлен. Я сказала, что мы все устали, и Рыбкин устал. Давайте перенесем на... Сейчас, причем мы это приняли? Должен. Причем? И какой смысл такой? Принять состав России? Признание Приднецовской Молдовской Республики не зависит. Они 24-го собираются проводить референдум. И говорят, для подкрепления здоровья. Тамбовский волк. Для подкрепления здоровья нужно молоко. Детство питания. Они хотят, чтобы вас оставили как сувенир. Тамбовский волк. Это передайте Явлинскому. Вот он для нас Томбовский был. Ему он-то вадит. Да. Это символ. Вензе. Вензе. Передайте. Вензе. Спрятайте. Отравите. Передайте Зюганову Явлинскому. Да, нормальное заседание. Во-первых, чтобы большинство наших депутатов было, потому что это самая важная проблема. Да, подовольствие. А вы, конечно, перенесли его в 17.30, чтобы он отчитался перед нами. И если будет возможность в фракции, я постараюсь сказать, что нам сделали с подовольствием. Об изменениях и дополнениях федерального закона о выборах депутатов. Все мы высказались против того, чтобы это делать, потому что это приведет к раку. Да. Все, что касается изменения законодательства о выборах, отвергаю на 100%. Все это провокации. Это делать нельзя. Когда повезли в родильный дом, говорят, давай вернем, подумаем, ему надо рожать, зачем ребенок нужен. Уже в родильный дом везут, а они думают, надо ли ребенка рожать. Осталось 15 дней. Надо было думать в 17-м году, надо ли было пройти не дворец. Теперь уже поздно. На 100-м федерации давайте компромисс дадим. На один год, только в этом году, избрать его так и сформировать, как этого хотят все вместе. Самый максимальный вариант. То есть и назначенный, и избранный, чтобы покончить, чтобы не дать им козырь, как Шумейка, все время кричит, лучшие выборы позже, но доработаем закон. Это означает, лучше никаких выборов, и мы останемся на своих местах. Они, вернее, останутся. Что это, Александр? Может быть, поторговаться, чтобы они не вмешиваются в закон о выборах? Тогда мы идем им навстречу. Потроговаться с ними. Они не вмешиваются в закон о выборах, мы идем им здесь навстречу. Пожалуйста, я хочу сказать, чтобы попросить Берлигорьевича Вещенкова и еще наших юристов сходить туда, в законодательстве, сказать, давайте экономистное решение. Вот Госдума избирается уже, вы как хотите большинство, чтобы сформировать из тех, кто назначен и избран, давайте, но на 95-й год. А за 4 года 6-я Государственная Дума может вообще не введет в Северную Федерацию и массовую право в Конституцию ведет. И создает, может быть, и высший орган исполнительной власти другой. Но чтобы сейчас покончить с этой неустойчивостью, пусть Совет Федерации сформируется так, как хотят большинство членов Совета Федерации. И тогда они нас в покое оставят, мы их, и у нас не будет еще конфликта. Берлигорьевич, согласны вы тут сходить? Скажите, что самая награждительная фракция ЛДПР поддержит тот вариант, который устраивает большинство членов Совета Федерации. И на этом вопрос закончен. А наши товарищи направят это в письменном виде. Но, я говорю, что сами, я вам возвращаю, попросите аппарат на фракции, для бланки. Фракции, за моей помощью, есть бланк готовый. И с вашими, так сказать, фразами, формирувками дайте им позицию, что мы будем воздействовать на другие фракции, чтобы покончить с этим. Значит, мы выставили кандидата в 225, закрыли около 190. Это 35 не получилось. Не собрали подписи, не успели, вредали, обманули, не получили. Но, в общем, как говорится, не смогли закрыть 225. Но это тоже очень хорошо. Это все равно больше, чем у любой другой партии. 190 полков. Ни одна партия не в состоянии была собрать подписи. И выборы приблизительно ввести в регионах глав исполнительной власти. Новосибирск еще. Белгород, Московская область. То есть, в Московской области у нас кандидат депутат Киселев. Он здесь, Писал Игоревич? Нет. В штабе. В штабе. В штабе, вот правильно. Реальный кандидат выставили зампредседателя областной думы. Фамилия типа Галичкова, что-то такого, в таком духе. Но тоже человек слабый. Поэтому шанс на победу по Московской области мы имеем. На местах рекомендации какие у меня? Часть времени используется для себя, для личной рекламы. А часть, возможно, суммировать, если у вас 5-6 кандидатов, и запустить кассету одной из лучших с рекламой там, где выступаю я. Потому что за 20 минут пить фамилию собственную вы миллионам людей не сможете. Но когда они узнают, что это ЛДПР снова и снова, он людей не найдет вас сам. Но вы ему докажете, что надо голосовать за ЛДПР, а за 15 минут доказать, что нужно голосовать за Петрова, это очень сложно. Имейте в виду, сейчас старые, торопитесь, скоро выйдем новые, а не будете вооружены, проблем нет. Самое главное нам с 1 по 15 декабря, уже с 15, завтра можно, на наибольший удар нанести вот в декабре, потому что все забывается. Человек уже 2 дня назад забыл, что было, а что было месяц назад тем более. А вот с 1 по 15, значит, мы должны с вами это дело сделать. 33. Это не так плохо, поскольку очень легко запоминается. Поэтому во всех своих листовках, во всех выступлениях, где бы вы ни были, эта цифра должна звучать, чтобы она засела в ума миллионов людей. 33. А если серьезно, кто не знает каббалистическую цифру возраста Иисуса Христа, 33 богатаря, вышедшие из от мира Пушкина, аллегория нравственной чистоты, экологии моря и несорвушимого превосходства России. Представляется разумным, в том числе, и в национально-патриотическом плане взять эту символику за основу визуальной, звуковой и печатной продукции ОДПР незамедлительно. То есть везде, где выступаете, вы начинаете с цифры 33, запомните, что за нас голосовать нужно цифры 33, и кончаете. То есть все должно везде, в листовке, в газете, по радио, по телевидению, в брошюре, везде 33. Это Жириновский. Если мы напишем фразу самую хорошую на счетах, то приезжающая машина не успеет прочесть. А Жириновский уже поймет. Фамилия и 33. И даже за тоже, можно сказать, как бы навязываю. Люди знают, что это имеется в виду за. Вот именно, чтобы просто вбить в сознание, что ЛДПР Жириновский 33, это все одно и то же. Йоглиба, 33 прописью, в форме мятежного человеческого воля, хаотически мелькают упражнения лица политических противников, кроме президента и премьера, стоп-кадр, головообщение. Майку хоккейную надо, Владимир Вольфович. 33, как марочка. Пожалуйста, пожалуйста, сами все на местах подумывайте, делайте. Вся человек из рисованного фильма «Сказка царя Салтани» Идет в чтении хорошо знакомого россиянам мужского голоса текст. В свете есть иное диво, море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет наберег пустой, разольется в шумном беге и очутится набереги, в чешуе, как жар горя. 33 богатыря. 33 – заветное пушкинское число. На форте просьбы великого поэта. 33 – возраст Иисуса Христа. Наплыв на здание Государственной Думы, главный вход. Тоже здесь крупный литер, камера и цифры 33. Ролики новые, не те, которые давали. Вы это запускаете уже сейчас, можно. Каждый день по всем точкам, где вы будете в округах, местное радио, любые там радиостанции, местное телевидение любые, значит, и сюжетные фильмы дадим, и политические выступления, и ваши личные, так сказать. Это все вы на месте определяете. А мы из центра то же самое делаем. Значит, литература выпущена, по-моему, 15 названий, 20 уже, прошу. Темы все. Все. Других тем нету. Там есть все. Поэтому прочитаем фрошюру, и все вооружены. Склад забит. Пожалуйста, в переулок. Придите и возьмите 100, 200, 1000 фрошюр. Что потом, если латер, а у меня ничего не было, а я пришел, а мне не дали, а я не получил. Вот. Пожалуйста, машину заказали, поехали и домой отвезите. И везде раздавайте, читайте, делайте. Из фонда партии мы выделим определенную часть средств, передадим вам, так сказать, лично в руки. Сегодня уже. Кто не успеет, завтра получать у завтра руководитель аппарата Егория Юрьевича Соломатина. Здесь, в моем кабинете. В против вашей фамилии стоит цифра. Он отсчитает. Мы специально на рубли не меняли, чтобы у вас пачка не была толстая. Поменяйте сами в том месте, где надо. Воровать ничего не надо. Я никого не призреваю, но два случая было. Далее. Ускорьте подбор штаб-квартир. Чисто собственность партии. То, что под помощь у депутатов в коем-каком местах еще не получили. Позор депутату, если он за два года не смог у главы администрации угол выбить. Это позор. Это не депутат. И поменял партию, а мы будем полгода, год с ним судиться. Уже этого не было. Дом не его, машина не его, и он уже будет чувствовать себя, как говорится, в другом ключе. Это то же самое вы контролируете. Контроль крайной. Вы контролируете местные и первичные организации, они контролируют вас. А высший совет партии контролирует всех. В ближайшее время закупим автомобили, они будут поставлены в каждую, в каждый округ обязательно, 225, значит. Если получится, то автомобили будут поставлены один на два района. То есть, в России две тысячи тысячи районов, около тысячи машин. Гортехника на местах есть, курить то штабом еще даст. Литеатура будет ввозиться нашими грузовиками. Один грузовик будет на юг, другой по Волжье, третий на север, четвертый до Урала, может быть, дотянет до Новосибирска. Второй способ – товарные вагоны. Там наша молодежь садится, почтовый товарный вагон, там есть спальпеста, и на свалке Восток. Подходите к поезду, ваши ребята, забирают китатуру, вашу квоту, и поезд идет дальше. Так что, на места, везде доставим китатуру. Кроме Камчатки, есть бесплатные рейсы у нас, Владивосток бесплатные рейсы, наши друзья с авиакопанией. Поэтому все получите, все зависит уже от вас самих. Поскольку они не платят зарплату, и довели страну такого состояния, это понимают все. Демократы, они прямые, так сказать, открыватели и соучастники этого процесса. Коммунистам трудно доказать, что они переродились. И потом, что это за перерождение? Само название партии, говорит, все осталось такое, какое было. Поэтому здесь конкурентов у нас напрямую нету. Лебеди, скоков, это все надувные, мыльные пузыри, компромата очень много, и под ним тоже будет нанесен удар. Весь компромат по стране собираете. Главные противники у нас с вами демократы объединенные, в основном Явлинский, из полупатриотической организации, которые хотят подставить блок скоков Лебедь, и коммунисты. К коммунистам относимся как идеи, как игровым членам. Спокойно основной удар по руководству. Перерождевцы, горбачевцы, перевертыши, оборотни, вы хорошие, а вот он, ваш руководитель, не вылезает с американского посольства, обещает американским бизнесменам все оставить, все продать, и так далее. И кто начал все это в 17-м году? Это же продолжение 17-го октября. Нас Сергей Горбачев так и сказал, что перестройка это продолжение октября. А если перестройка это преступление, на наших глазах разворачивается, то и отряд это преступление. А кто все это сделал? Вот так нужно объяснять. И тогда будут говорить, колбаса была дешевая, за квартиру мало платил, проезд был дешевый, в баню я ходил. Скажи, а кто поломал все это? И мы были довольны, и мы хотели даже, а кто поломал все это? Создан отдел спецпропаганды. Петер Иванович Филатов, генерал позволяет всю прислужбу и отдел спецпропаганды. Мы за колхозы и за фермеров. За любую форму землепользования, мы против продажи земли. Мы за то, чтобы земля использовалась и обрабатывалась в интересах всех россиян. Так что здесь огромную партию никак не трогают. Коммунистов удар по Зюганову в основном, поскольку он участвовал во всех этих делах, живет в том же доме, где Ельцин. Ельцин переехал, переехал только потому, что стал президентом, а жены дружили, Скоков тоже там же живет, в нашем доме. Они все живут те же на вас и питаются там же. И Гайдары там же, и Шахраи там же, все они. Это же легко показать, что это одна семья, кто меняет одежду. Владимир мелочевка и особенно туда не представляет. По всем данным, возможно обострение в конце ноября осталось 10 дней или в апреле следующего года в подарок моему днюю рождения. А так в основном все пройдет спокойно. Сейчас когда выборы вы поняли, что такое партия. А то вы думали, так, это партия, а вот я депутат. Венгеровский клавирует все от Кургана Оренбурга до Титого Океана. Ему помогают по Центральной Сибири Топская организация, по Дальнему Востоку Лощаков Евгений Александрович, три региона Приморский край, Хабаровский край, ну и Амурский область захватить. А Петра Иванович, Чукотка за ним остается по законам кандидат депутаты. Вот. По Волжье от Нижнего Новгорода до Астрагани Абельцев Сергей Николаевич. Крунский Север весь Ислав Николаевич Живровский. Ю подбираем куратора. Возможно будет наш функционер Спарон грамотный центральный район. Тула, Курск, Орел, Белгород, Липецк, Тамбов, Воронеж, Пенза. Вот это самое центральное район. Вот. Петербург самый Сандеевич будет бурить. После окончания выборов мы обратимся к адмиралу Бузову. Евгений Яковлевич потом здесь сидит. Я его представляю. Кандидат депутатов по Кенгисевскому округу Ленинградской области и будем просить его помочь в укреплении руководства Ленинградской партии организации. Наш кандидат сегодня выпускает свою водку. Мы сейчас создаем коммерческое управление. Мы создали, опять вор оказался, жулик. Поэтому я в процессе создания коммерческого управления, которое этим займется. Пока обращайтесь к коллеге Александровичу Малышкину. Стояла наша водка и в каждом постном ящике положить нашу газету. Вот тогда будет очень хороший удар. Потому что водка это не потому что спаивает людей. Но как скоро человек все равно покупает день рождения, какое-то событие, болезнь. Но он выбирает водку из семьи Жириновский и должен стоить 12 тысяч он его купит хотя бы потому что он знает что идут выборы и за это он купит ее. Я был лишь Карла это местная водка я уже забыл название. Я забыл уже название. А Жириновский вы приедете где ваша водка дайте ваша водку дайте а название сейчас сотни любой кто спритит и там стоит 50 названий от 6 тысяч это фальшивая водка имейте ввиду 6 тысяч столичная фальшивая до 50 тысяч нашу вполне за 12 тысяч хорошо покупать дальше вопрос пожалуйста попал неплохо разложить до пятницы всем нам раздать компромат в нашей шубе он может дать компромат на ведущего 10 а компромат на ваших конкурентов в регионе вы нам дайте фамилии наши специалисты будут искать это мы сами знаем именно на блоке задание дано вы получите хороший компромат на основных противников по блокам три четыре выкрывать я думаю за 10 дней сделает эту брошюру размножим в газету дадим сделаем в газету закрытой 100 тысяч экземпляров и вам раздадим чтобы у вас было дома потому что раздавать ее можно же открыто сделать собственно просто нам выгодно чтобы вы их разоблачали чтобы избиратель видел что это вы знаете что это вы умеете с ними бороться а так получится что обрали с ними бороться нашими аргументами а когда вас дойдет вы будете повторять слова агрария и получится что агрария лучше вас знает поэтому мы сделаем в виде закрытой брошюрки и вы в каждый округ 225 300 экземпляров сделаем и вы получите и у вас будет все что можно мы дадим если на местах вы сами стояли на основу регулятора собрать вы нам дайте фамилию наши аналитики поработают по библиотекам по его трудам по его биографии по МВД ФСБ и так далее но нам нужны фамилии потому что мы не знаем кто у вас в обруге зарегистрирован и кто представляет для вас наибольшую опасность мы создали футбольную команду под названием СОП Жириновского базирование город Ростов-Надону собраны лучшие ребята которые из СНГ распали с командой там Пахтакор там вообще не знаю много на юге распалось регионов там Ереван и так далее поэтому сильные ребята подобрались если в этом году Спартак с Алани спорят за первое место то я обещал что в следующем году СОП Жириновского будет третья команда в стране а в девяносто году вторая а в девяносто в первое в девяносто девятый год выходим на чемпионат мира его все вдавим черт каждый раз я первый бью по удару первый удар начинаю я потом избиваю судью и ухожу на повестную трибуну и везде в флаге везде болельщики сидят 33 везде на всех трибунов 33 победит 33 давайте дальше здесь нужно прийти 15 декабря в разорванной беностерке все везде пробито но победил а может чистим гостюньки дома съесть пить чай и все бывший депутат укравший деньги у партии и у местной партийной организации с позором вперед на 10 лет так же здесь я прошу вас контролировать и вы их они вас а я вас всех вместе взят в понедельник все официальные встречи и контакты вечером я в Владивостоке вечером поздно там ночую там во вторник Владивосток встреча с администрацией предпринимателями и военными моряками в этом вам поможет товарищ который знает их я буду я буду у вас и вы получите метеору и ночую у вас 28 и 29 и утром я в Барнаул заезжаю на 2 часа и возвращаюсь в Москву в Кузбассе и у меня имеете 2 а 29 я еще вам привезу на самолете поэтому нет смысла 5 миллионов бросать на солярку только телевидение поменьше такого я вам привезу левольче сюда я вас познакомлю кругом бандиты гражданская война дороги плохие все бьется все ломается под меньшим вариантом зима холод поэтому меньше 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 и еще раз меньше пожалуйста из цифры 33 вот мне хочется еще добавить говорили очень хорошая тоже Илья Мур из 30 лет и 3 года тоже очень классный точный вариант из 33 каждый можете писать как хотите детские сказки вспоминаете любые варианты это ваше дело а то что поколельцы мне полупубликаторы не нужны Сергей Александрович мне нужен вариант чтобы вы сгорели в автобусе когда это будет вариант когда мы похороним вас и то остальное проголосует а когда автобус сгорел это уже ваша оплошность значит остался на неохраняемой стоянке ну это же куда это в кино нужно миллионы актеров заплатить чтобы он такой был весь обшатранный грязный измученное лицо настоящий бомж плачет рыдает и так говорит как будто вообще политолог вышел пошива поэтому любые варианты съемок сюда сюда компанию привозите со мной стоите где угодно и все делаете еще раз вы правильно заметили что Санкт-Петербургская Ленинградская область партийная революция ЛГП должна существенно быть укреплена ну я что хочу чтобы сейчас вы назначили Равнеса по области по области и вот сейчас больше ничего не трогать мы все трогаем работать этой командой за Логинова за Жириновского в результате замкомандира батальона по работе с личным составом уволен из вооруженных сил приехали в бригаду спецназа висит объявление согласно директивы того же Павла Грачева что поддерживает всяческие военных кандидатов написано в нашем округе два военных кандидата майор Логинов полковник Ерехов специально выставили под меня замок у военкома абсолютно непроходная фигура с одной целью рвать голоса военных приехал генерал из министерства обороны увидел фамилию Логинов аж позеленел это представитель ЛГПР запрещая вообще называть эту фамилию где-либо упоминать вот по результатам сбора подписи планировали снять двух офицеров замком брига бригады спецназа и замок по работе с личным составом училища пока один уволен лежит в госпитале на увольнение и снимать всех чтобы все остались в пользу ЛГПР и звание полковника будет прием был по ЛГПР и запретил голосовать за всех кроме ЛГПР это здесь ничего не сделаешь ничего не сделаешь армия есть армия но все кого обидели давайте письма будем защищать защищать они приходят просто когда приходят надо с ними говорить но старайтесь мягче сейчас последний месяц ни с кем соль не надо мягче по-доброму по-доброму 15 декабря пряник а потом моим новогодний кнут сделаем на каждом ковре будет танец живота я не выйду из здания государственной думы забудьте все про все поездки кроме великого китайского народа который сегодня каждый четвертый на планете земля больше никуда хоть там черное что будет готово забудьте все работайте вы на собственном брюхе с завтрашнего дня ползти полукругу ползти на костылях как угодно я никуда не выезжаю и никакие варианты больше не отрабатывайте